Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить насчет ненвести. Чуть-чуть будем говорить об этом, чуть-чуть или много, посмотрим. И будем делать это коннект, связать с Парашат Шауа, это Парашат Мекец, да, насчет ненависть. Потому что я думаю, что об этом говорить это очень важно, учиться об этом, понять об этом, как ты все это начинаешь, почему это то есть. И вообще евреи, мы сегодня очень сильно мучаемся насчет этого, я вам правду скажу. И что происходит? Как это все начинается? Что нам надо делать? Окей. На Hebrew называется ненависть синатхинам. Сина, синатхинам. Ненависть без никаких причин. А теперь, сама ненависть, сама ненависть, есть два вида. Самая ненависть есть два вида. Есть ненависть, которая имеет причину, и есть ненависть, которая не имеет причины. Вот между ними большая разница. И что интересно, что ненависть без причины, она очень и очень хуже намного ненависти, которая имеет причины. И у нее почти даже исправления, не дай Бог, нету. Хас вешалом. Почти исправлений, почти исправлений его нету. На ненависть, который люди имеют ненависть без никаких причин. И это называется синатхинам. И что интересно, что вот второй храм, он основался за то, что мудреца говорят, было синатхинам. Разрушился. Да, разрушился был из-за синатхинам. Потому что как будто было без причин. Кого-то было без причин. Спрашивается вопрос о том, что вот эта ненависть, которую мы говорим с синатхинам, и цвилил ее, правда, что она была без причин? Или была какая-то причина, что какое-то мнение сделали? Ну, они назвались одним словом. Хинам. Вот так назвали. Синатхинам. Если была какая-то причина, я думаю, мудрецы сказали бы, что да, вот было мучить это, из-за что-то они какого-то ненавидели, была причина какая-то, и то, и второе. Но мудрецы пришли на конклужен, и они называют это синатхинам. И вот этот храм сломался из-за синатхинама. До сих пор дня мы уже два тысячи лет почти мучаемся, и нет храма, и мы до сих пор находимся на голову. И вы сами видите, что происходит. Вот как недавно стало в этом октябре, с этими несчастными, нашими плохими людьми. Но мы должны смотреть в правильной дороге. Мы должны смотреть, не сказать, что вот, вот, что он сделал, вот, вот. Человек должен тоже поставить свою сторону. А может, я тоже что-то неправильно сделал. А вот мне что-то неправильно сделал. А может, я тоже что-то сделал, что эти вещи не стали. Из-за этого я бы хотел сегодня насчет говорить насчет Сенат Хинам и как-то соединить с нашей Порошой и наши случаи, что Порошил в Израиле и все остальное. А теперь, значит, мы сказали, что большая разница, когда есть ненависть, причина имеет, когда ненависть причина не имеет. Мы теперь поговорим, скажем о том, почему она очень такая плохая вещь, что когда ненависть, она без причины. Значит так, вообще на Зор и на Кабале говорят, что каждая вещь должна иметь место. Значит, плохое и хорошее, называется на английском designation. Вот ты сидишь и ты думаешь, и ты какую-то мысль у тебя приходит в жизни, что ты сделаешь, правильно? Вот ты скажешь, скажем, вот еще дом строишь. Вот такой еврейский закон есть. Интересно, чтобы вы знали. Вот человек, иметь какой-то человек, такой закон есть. Вот человек строит дом. Человек строит дом и он говорит, в этом комнате я, это будет моя комната, я буду здесь и спать, это будет моя комната с моей женой, это будет детская комната, это кухня, сюда. А в том стороне, скажем, или в том угле будет, скажем, туалет. Там я буду устроить туалет. Ничего интересного, такой закон есть, да? Вот когда человек уже, он решил, что он хочет там туалет сделать, это уже место автоматически берет место, что, да, даже еще не построить, а то уже там начинается какая-то, какая-то, какая-то сила, которая называется энергией, если ты не делаешь. Материализует. Куалетные дела. Не-не, материализует твои мысли. Нет, designation, designation у евреев вообще голова, мысли, что он думает, да, designation, она большая сила имеет. Вот человек своим мыслям, когда он решает, что-то сделает, что-то хотит, он уже на эту вещь делает фреймворк, на этот план, что он хочет сделать. И что говорит Аллаха, что вот когда я хочу решать, вот это место будет, скажем, для меня, которое мы там будем там умываться и купаться и все остальное, она уже берет твое место, то место, которое там уже по Аллаха, ты не можешь, что ты хочешь. Там уже должен знать. То, что сказал. Да, ты должен уже знать, что тебе там нельзя молиться, там тебе нельзя сказать депрессура, там тебе нельзя другие вещи, не можешь этого сделать. Там уже designation стала для того места, которое нельзя эти вещи делать. Уходит о том, что вот человек мыслит, что он думает, или тоже, но можно наоборот сказать. Вот человек решил сказать, стой синагогу, он хочет здесь сделать тева и остальное, которое святое место. Там уже designation играет для святого места. Там уже должен по-другому себя вести. Там уже нельзя другие слова сказать. Там нужно только молиться, там только месло делать. Там уже ты не можешь себя вести. Особенно, когда уже построил, сделал, уже все, уже там, этот план там решился. Значит, выходит так, что когда человек, когда человек, когда человек, у него ненависть начинается от другого человека, который причины не имеет, вот эта негативная сила, которую мы на евро говорим, хлепа, 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 хлепа и бухарь, мы говорим. Хлепа. Хлепа. Этот хлепа, вот эта негативная сила, она заходит на то место, которое он решил, что он хочет его ненавидеть и исправить он его, ему будет очень трудно исправить. Исправить, ему очень трудно исправить этот грех. Потому что нету там поставить это негативное сила. Если, скажем, человек кого-то ненавидит, почему, скажем, он ему что-то плохое сделал. Он что-то ему сделал. Вот он его там обидел, что-то неправильно сделал, обманул. Да, заметно. Когда он начинает его ненавидеть, есть место, есть место, где поставить тот ненависть на этот того греха, который его обидел. Вы каждый стараетесь, но не получается. Вы сделаете и исправите. Мы считаем, что уже работали, а каждый раз стараетесь, но не получается. Значит, выходит и так. Давайте не перебарим, не будем перебариться. Значит, выходит и так. Значит, если, если ненавидит, она имеет, где зайти, значит, он меня обидел. Он меня обидел. Есть, где поставить мой ненависть на этот фреймворк, на это место, в котором я обижен. Он меня обидел. Это не говорится, что он не должен ему фаргив... Простить. Простить. Не говорится о том. Но скажем, что есть место, где ненавидеть. Это не было зря. Он что-то там сделал. А когда есть ненависть, в которой там места нету, нету причин, нету места, где поставить эту ненависть, и это сенатхинам, это трудно исправить. Это трудно исправить. Потому что холипа, холипа, которая холипой вымыть, да, холипа, вот это негативная сила, она заходит там, и она не очистывается так очень легко. Там нужно делать чувак, это have to be behind everything, с этой большой, со всей, с самой сильной силой, чтобы это исправить. Без этого она не исправится. Из-за этого, из-за этого, когда мудреца сказали, да, что храм сломался из-за сенатхинама, который там и не было места, где поставить, это все было не за что. Из-за этого мы мучаемся до сих пор. А теперь смотрите, как эта сенатхинам, как эта ненависть, до сих пор у нас происходит, не идет, не идет, и она набирается, и набирается, и набирается, и до сих пор мы не можем от этого выходить. Как это очень плохо, и это очень жалко. Я просто, в пятницу вечером, или в четверг было, в четверг, кажется, было, послали мне на мой WhatsApp. Минутку. Четверг вечером? Четверг, потому что послали мне. Четверг, четверг. Сержант. Сержант, большой сержант, еврейский. Он очень знаменительный. Там не успеем спрашивать, разговаривать, значит, все было в Израиле, на этом войне. И он так сидит, он говорит, я скажу, говорит вам вот так. Я вам скажу, откровенно он говорит. Это говорит сержант, который в армии служит, это не 2-3 года, он уже там большой. Он говорит, я говорю нерелигиозно. Я нерелигиозно говорю. Он снимает свою шапку, говорит, видите, у меня кипа нету. Эта шапка солдатская, я ее одеваю. Я говорю нерелигиозно. И я вам скажу, такое говорю. Это нервис, который здесь у нас происходит. И он говорит, я не говорю о тех нерелигиозных. Слушайте, он говорит, я не говорю ни о тех нерелигиозных. Значит, он хочет сказать, что нерелигиозно, есть 2 категории. Не 1 категория, 2 категории. 1 категория нерелигиозный, он нерелигиозный, не специально. Не специально. Он вырос, родители, семья, галу, экзайл, да, зерметр. Есть такие навалы, как он вырос. Так мы были, да? Да. Это 1 категория. Такая категория нерелигиозная, он их называет кицунии. Они ненавидят религиозных, они против Торы, они против всех этих... Специально все делают? А? Специально. Да, это 1 категория. Они специально, но они называют кицунии. Stranged ones, evil ones. Они все, не в ту дорогу, которые, скажем, нормально живут. Вот, они говорят, нам говорят, проблему делают. Я хочу вам сказать вот такое. Он так говорит. Слушайте мне внимательно. Я нерелигиозный. Если, если, говорит, мои чувства, он говорит, мы не будем сплощенными, как он сказал, если мы не будем сплощенными, что у нас случилось, это может повториться. Хасвэ шалом, ингаса бей. Не дай бог. Это может повториться. И не только 1 повторится. Он говорит, я не хочу открыть свой рот, оно может, не дай бог, повториться. Он говорит, мы должны быть сплощенными. У нас нет другой дороги, говорит. Он нерелигиозный. И он говорит, я чувствую, я говорю нерелигиозный, я чувствую, что ненависть, которую мы делаем нерелигиозным, это вообще смысла не имеет. Это просто тупость. И это нужно прекратить. Это нужно просто прекратить. Он говорит, сколько процентов у нас есть? Религиозных есть. В Израиле говорит. 30%. Сколько уже есть? Состав процента 20-30% небольшого тела, он говорит. Мы, говорит, не можем их так ненавидить, такие вещи делают. Он говорит, они, говорит, для нас шахпас. Шахпас, это как щил, это как защита. Как защита. Он говорит, это наша защита. Я, говорит, никакого смысла не вижу, что такого степени, чтобы делал ненависть. Мы, говорит, это должны остановить. А кто это говорит? Не раба. Если раба говорит, вы все это говорите, мы знаем. Это уже говорит сам нерелигиозный. А что интересного, вы да видели, в этом войне, какая была сплощенность, кроме чудо, сплощенность между евреями, религиозный и нерелигиозный. А вы знаете, сколько религиозные спасли нерелигиозные? Очень много. Кроме в армии, что служат религиозные тоже, кроме, которые служат в армии, религиозные тоже, я говорю, которые были в домах находились, которые в домах, когда они эти сволочи зашли, когда в дома находились, сколько религиозные спасли нерелигиозные? Да. А сколько они обнимались и целовались и говорили больше слезами говорили спасибо и не религиозный говорит даже говорю не дай Бог я умр бы говорит мне не было бы жалко зато я спас говорит еврея какая любовь и какая сплощенность была понимаете вот это вот это вот так и должно быть я хочу сказать смотрите какая вещь она нас может задержать и есть тоже не евреи не евреи что они любят евреи от слова своей души и они пришли и сказали сделай коммент который одного я не знаю я не помню у него есть около 5 миллионов которые за ним следят он только что там говорит одну вещь и делает 5 миллионов followers и он говорит я люблю евреев и он говорит я все вижу чтобы говорить потому что сам еврей говорю я все вижу говорит я говорю люблю эту нацию только за новое это нация за то что она grow up она выжила Выжило столько веков, столько веков, они еще выживают. Это говорит, нет такой нации в мире. И он говорит, я просто, говорит, люблю эту нацию. Потом ему спросили вопрос, он говорит, ну как ты смотришь на войну, что стало? Что вы думаете, он сказал? Что вы думаете, он сказал? Это говорит не еврей. Что вы думаете, он сказал? Он говорит, вы не думаете, что я не видел, что у вас проходило в вашем стране, говорит, эти левые и правые, как бы друг друга живые кушали, говорит, я все видел, говорит. И он говорит, вот эта двойна, говорит, вас принес на сплощенности. Я говорю, вот это вот, что вас сделают, чтобы были все вместе, говорит. А теперь Гойму сказать, это для нас, это что, нам для стыд должен быть. Да, это стыд должен быть. А с другой стороны, они должны от нас взять пример, а мы за нас показать пример, а мы делаем неправильные вещи. Но нам нужно понять, что сплощенность, любить, уважать друг друга, она должна первое место быть. Это с одного раза это не получится. Это нужно работать с этим день за днем, день за днем, день за днем. Работать, работать день за днем, день за днем. Это время берет. Это самое главное, что человек на собой работал, чтобы он знал, что он доходит к этому, старается поражать микет. Как-то мы будем связаться с этим более-менее, пожармекеть. Понимаете, вот между братьями и Иосифом мы не скажем, там была стена хинам. Была какая-то стена, но она не была хинам, она не была зря. Какая-то причина там была. Но эта причина, неправильная причина. Бывает, человек ошибается тоже. Он может сказать, что я чувствую, что вот Алиф Бет Гемель дали, что он неправильные вещи сделает. Я вот из-за этого его не люблю и не уважаю. А может, он с этого ошибки тоже сделает? Потому что они, да, видели, что отец какой-то стороны ему больше дает время и любовь, чем другим. Но с другой стороны, они были все садиками. Они же были все садиками. Они с какой-то стороны должны были видеть, что какая-то причина этому есть. Может, он, не что он любит их и вас он rejection делает или откладывается в другую сторону. Окей, он дает какую-то причину, что он его любит. Но все равно из-за этого не говорит, что ты больше мне любишь, я меньше люблю. Так будет стараться. Но там много причинок есть. Есть очень глубокие причины тоже там, потому что они чувствовали по глубокости. Я скажу, если я уже говорю, я скажу. Одно из глубокий, они почувствовали, что это было неправильно, конечно, они ошибнулись к этому. Что они подумали, что как будто бы continuation, продолжение еврейского серьезности, это будет с Юсефа и дальше. А они как будто бы как сбоку будут. Им это не понравилось, потому что они говорят, что мы не меньше его, мы тоже учим и делаем, и стараемся турау, митвот, митвот, АВМ, все остальное. Зачем? Они не смотрели к этому правильной дороге и, конечно, появилась ненависть и там и остальное. Но они поняли, что ошибнулись. Как они поняли? Когда уже продали Юсефа, и он был уже митвраем, и там всю историю, вы знаете, с этим женой Путифера, Путифера, что она сделала, и он в тюрьме находится. Потом он поднялся и стал как главным всем митвраем. А теперь начался сон Паро, и начинается старвейшин. Что я имею в виду? Голод. Голод, начинается голод. И сейчас Яков говорит, идите, принесите кое-что покушать, чтобы мы продолжали жить. И там и вся история начинается. И там начинается все этот его сон, который снился. Я вам сказал, что он будет видеть, что они будут к нему и клоняться к нему. А ты что, получился? Когда Юсеф им говорил, они не знали, что он Юсеф. Он знал, они не знали. Они не могли узнать, что это... Он вырос? А? Он вырос? Изменился? Не, не только. Но там, вы знаете, мы точно не знаем, но там, когда Паро, там, в Митрайне, там уже по-другому одеваются, там по-другому себя ведут. Уже человек там разные... И особенно, он там был уже старшим. И не знаете, о чем они там с ним сделали. То anyway, они не узнали, а он узнал. И он сказал, вы спайс. Как это на русском спайс? Шпионы. Шпионы. Разведчики. Вы разведчики. Вы шпионы, вы разведчики. И смотрите, какие они церкви были. Как на них поставили, значит, глаз о том, что они разведчики. Они считают... Во-первых, они разведчики. Они не разведчики. Они покупают буржу хлеб. Они не разведчики. И вдруг приходят, он говорит на них, что вы разведчики, вы что-то делаете, что-то плохое у вас мысли. Они уже там ополу почувствовали гилтинес. Они почувствовали виноват. Значит, я как-то нечистый. Я не сто процент чистый, что если на меня говорят такие вещи. Понимаешь, Булска? Вы мне не можете сказать, что вы такой-такой. Если вы сказали, я должен почувствовать, значит, это от Бога было. Значит, что-то должно измениться, что-то самое-то громко. Вот так они почувствовали. Потому что когда они уже сели там между собой, между собой, и там Юсеф стоит на стороне, он говорит, я вас сейчас поставлю в тюрьму, да пока, и вы пойдете, привезете своего братишку. Я хочу посмотреть, вы или правда говорите, или нет. Вдруг Ру-Вен говорит братьям. Ру-Вен сейчас говорит братьям. Я вам сказал, не грешите, вы меня не слушали. А теперь он слушает, Юсеф слушает, но он не говорит, что это я Юсеф. Он слушает. Они мне, что вы говорите? Он говорит, я вам сказал, что не грешите. Вот сейчас вы будете платить. Вот сейчас, что вы сделали, вы платите за этого. Вы сейчас отвечать будете за его кровь, что вы сделали. Я вам сказал не грешить. И там сели, они уже почувствовали, что они грешили. Здесь мы уже видим, что они да были цадыки. Потому что нет такой вещи, что цадык не может грешить, не дай бог. Потому что бывает, человек это человек. Но конечно учеба много говорит, как цадык может грешить. И иногда цадыки грешат не за то, что они должны грешить. Они грешат из-за других. Мне нужно понять, что такое. Как они грешат из-за других. Иногда негативных сил только много становится. Когда у цадыка уже села нету контролирует. Через чуть на него становится. Потом он тоже иногда падает. Такие вещи нужно учиться. Такие все же получается. Но здесь, на этот случай, они называются цадыки им. Потому что они уже поняли свою ошибку сразу. А теперь. Вот эта вещь дает нам понять, что когда человек делает ненависть. Та же она имеет какая-то причина. Нужно его как-то обрабатывать. Исправить. Чтобы она не принесла какой-то casualty, как говорит. Не принесла какую-то большую проблему в жизни. И разные случаи, которые не должны быть. Нужно быть очень осторожным. Но, конечно, это зависит, какие причины. Все это роль играет. Такое и такое. Все же проверку взять. Но ненависть, вообще, нужно его, конечно, уничтожить. И человек должен знать. Я лично считаю, что, если мы об этом уже говорили по-русски, помните, да. Что корень греха – это зависть. Корень греха – это зависть. Значит, самый большой грех – это зависть. Человек не может сказать, что он грешил, потому что просто так и было. Даже нечаянно, скажем. Роль не играет. Какая-то зависть внутри у него была. Зависть – это самая плохая вещь, которая есть на свете. Что она приносит всем большие проблемы в жизни. И даже между сестрами, братьями и семьей. Я видел. И мы все это знаем. Не надо же об этом говорить. Но вот это плохая вещь. И человек еще заработает. Вот этот сенат храм, который еще пример принес. Насчет, как было в Израиле. Даже вот это не религиозно говорит. Или, скажем, вот эта параша микец. Вот эта параша вообще, она дает большой секрет, если вы хотите знать. Сегодня я учился Тору, вспомнил очень интересный хедуш. Я говорю с технологией, я вам тоже скажу. Вот параша называется микец, правильно? Да. Который мы учим здесь, который прошло. Назвайте микец. Да. Что такое наибру микец? Что такое наибру кец? Кец. Что такое кец? Кец. Это конец. Подходит на русском, а? Сов. Сов. Но Тора не говорит сов. Тора говорит кец. Кец. Это конец. Это конец. На конец, на конец многие причины могут быть. Разные концы могут быть. Такое или такое. Разные концы могут быть. Вот этот конец, если вы замечаете, параша начинается с паро. Начинается с паро. Паро, паро, он знак негативных сил. Паро, знак негативных сил. Паро, он не был, вы знаете, что паро хуже человек был, чем это было в Германии даже. Я хочу его имя сказать. А вы знаете этого? Паро хуже его был. Вы не думаете, что если в книге написано паро, какой-то он был чувак от Эйби, от того, что там сделал и все прошел. Нет. Он очень плохой человек был. Он был сильный, хитрый. Сильный, хитрый. И он был самый негативный человек. Он не был... Шоколадка. Да. У него, что люди думают, что если написано в книге, значит он хороший человек был. Нет. Тоже так же был Ам. Тоже так же был Ам. Он не был хорошим. И на книге ничего пишут его. Он же хотел уже проклинать весь евреев. Это... Ашем нам чудо сделал. Ашем нам чудо сделал, что не дал ему проклинать. Значит, такое вещь, что если не Ашем, никто не мог бы это остановить. Вы понимаете? Это никто, никто не мог его остановить. Это было чудо. Потому что он хотел проклинать. Он хотел. И Ашем взял и... Твист из мяут. Твист из мяут. Вот данный шагита Алечка. Он не дал ему, что вместо плохого он... Ашем ему сказал, ты пойдешь, ты делай, что я тебе скажу. Он испугался. Он понял, что Ашем не хочет. Все равно он хотел приклинать. Но в конце концов, что я хочу сказать, что вот этот не Кейтс. Кейтс. Выходит такой сон, что Ашем дает ему сон. Что он... Эти все эти... Это коровый сон видит. И остальное там... Хорошее, плохое. И никто ему не может дать ответ. Почему никто... Почему никто не может дать ответ? Почему? Знаете? Нет, вы должны знать. Вы же много знаете. А я вас послушаю. Вы же рабаи. Еще раз вопрос. Почему никто не может дать ответ? Вот он... Вот так. Он в сон... Фараон им это. Фараон. Приходят к нему, говорят... Вот так, вот так, вот так. Он говорит, это не это. Не правильно. Ты спрашиваешь. Но он все знал эти сны. Только он забыл. Он их забыл. Он их чуть-чуть забыл. И ему надо было, чтобы напомнили. И несколько человек сказали. Он говорит, это не это, что такое другое. А когда Юсеф ему сказал, он вспомнил. Да. Вот это и был ответ. Значит, он... Он фараон свои сны знал. Но не все сны такие. Особенно ему так сделали. Все ему сказали. Он забывает. А, и не может... Он не может помнить. Помнить не может помнить. Не может. Да. А потом... Это все специально было. Потом Ашем так сделал, чтобы Юсеф Атадык пришел и сказал ему сон. Он на него посмотрел. Он говорит, это как Бог это. Что такое? Откуда ты это знаешь? Он... Ты еще... И что, что интересно? Знаете, что интересно? Он ему дает... Он ему это... Он ему это... Это... Дает interpretation. Насчет сна. И еще ему говорит, что делать. Он еще порой еще не говорит. Окей. Что мне сделать? Да. Нет. Это ответ. Он уже ему говорит. Вот так, вот так, вот так должен делать ты. Он, наверное, порой еще не спрашивает его. Он говорит, слушай. Возь этот человек, который понять. Возьми, приготовь все еды. Туда, сюда. Это будет 7 лет. Такое время будет. Это будет. Параон. Он с ума сошел. А почему Юсеф? Так, секрет к этому, это вот так. Вот хидуш, который я вот нашел. Значит, кес – это конец. Параон – это негатив. Юсеф – это кудша энбраха. Значит, каждая плохая вещь, она имеет конец. Да. Вот секрет, который слово кец. Ашим нам дает учебу, чтобы мы поняли, чтобы вы знали, что плохое, она имеет конец. Галут – экзайл тоже имеет конец. А когда она к концу придет, негативные, плохие вещи будут исчезаться. А потом будет, потом будет сила, геулла будет начинаться с Юсода. Юсода – это как foundation. Это как foundation. Как называется foundation? Фундамент. Фундамент. А фундамент – это Юсод. А Юсод – это Юсеф. Понимаете? А Юсод – это Юсеф. Что здесь секрет говорит нам о том, что микец придет конец плохому и придет начало хорошему. И было потом. Вы видели, как хорошо стало? Он спас весь мир. Он спас… Он не только спас Митраин. Он спас весь мир. И у Юсефа… Мы должны тоже научиться одну вещь. И мы с этим постараемся закончить. Он простил братьям. Он простил им. Он простил им. Вы знаете, на его дороге быть, как он простил, не каждый может. Это очень и очень… Вот на это завидует эта Митва. Такое вещь завидовать. На хорошее. Значит, не на деньги кого-то что-то. Завидует. Какой ты порядочный. Какая ты порядочная. Какой ты хороший. Какой ты… Я хочу как ты быть. Вот это… Вот это зависть. Это роль большой в жизни играет. Вот он простил. И даже в то же… Как мы знаем, что он простил? Они не верили. В следующей неделе. В следующей неделе. В следующей неделе. В следующей неделе мы увидим, что когда уже идут хранить Якова, да, они… Он возьмет от нас… Он возьмет от нас… Ревенч, четвером. Зло свое. Неееее. Что ж им игра? Что ж им игра? Рай бухаришу. Ревенч. Ревенч, на английском. Он возьмет свое отомстение. Он возьмет, вы даже не делите такие слова. Как это? Я вас жду и как это, не понял. Он возьмет отомстение. и они и вдруг они пишут письмо я кого ничего не сказал они от себя это сделали и он начал плакать и он говорит не переживайте я вас так не оставлю я знаю что вы думали о плохого но бог думал о хорошего и он простил и я еще один раз вам рассказ скажу это тоже интересно закончим это парад на этом в прошлом неделе было на это паж от миг с там написано что вот это вот и вот я лично его завидую под этот человек когда его расскажу это он даже серия юсеф был это вообще такой такой на такое называется на таком уровне дайте я думаю я просто не понимаю как муж такой уровень я не понимаю как это написано что это написано что рыбе оба который звук написано там все остальные были мудреца там есть они 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 всегда ходили ходили на пустыне учили туру или ходили там на таких местах там не было в той машины там они ходили учились а в дороге как же они ходили они видели людей встречали людей скажем один бедный один такой один два дня три дня ходит уже еда нету кончился оставить помогали так делали или смотрели другие вещи и че получался они видели одного там который он уже была устала много дара не сдалека смотрят там они же каждого не будут подходить но там там видеть здесь внутри видит там они там со стороны смотрят вдруг змея подходит к нему он спит змея подходит и он спит а теперь если змея подходит и змея откусит все закончится но это и вот змея подходит его откусит и а чем делает милика что-то по что-то он по дереву был что-то падает дерево и убивает этого землю и он остается живым это это еще пару таких вот этого человека рассказываю у него было пару раз таких чудесов этого когда он проснулся они подошли к нему они здесь просили ты голодный ты хочешь пить кушать могу тебе помочь тебе он саду кей да я был голода суда помогли поговорили с ним кто не спрашивали ему они сказали ему скажи пожалуйста чем ты занимаешься потому что мы сейчас видели у себя было чудеса ты мог не выжить это возможно было уж что скажи свои хорошие деяния поступки скажи свои хорошие поступки свои эти и он говорит я скажу такого он говорит я говорю никогда в жизни говорить ни с кем не ругаюсь и как если говорит я ругаюсь и с кем тогда я всегда я всегда делаю to make sure я всегда делаю я говорю я всегда говорю когда иду спать когда говорю киряшма яма есть такая молитва я я всем я всем прощаю я не они держу зла не держу и кроме этого говорит я стараюсь говорить с теми людьми помириться помириться и и не такую вещь что что ненавидеть и оставить так я всегда стараюсь помириться я прощаем я говорю это молитву и обе порчали и стараюсь ими у берите когда я устин помирился говорит я прав я продолжаю им помогать еще зачем я бегаю за ним как я могу им помочь как я могу хорошего делать чтобы показать как я уважаю и люблю и написано в дозоре когда когда этого услышал ребенка он начал плакать услышал что он такой человек что он он говорит он на все что я такой говорю я не держу говорю я всегда даже поругаешься даже подерусь а если равно сразу попоследок я должен я его не буду тянуть я помирюсь и мы закончим это дело я буду продолжать ему хорошего делать это большая вещь дайте такой вот это не это не маленький вещь и вот такие люди у них нету ненависти они не могут иметь такой нести над хинан и ненависть с причиной тоже нет у них такое потому что они все его исчезают со своими выходами своими делами своими это своими любви и остальные делают это 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 для нас урок это для нас учеба чтобы даже знать что что ненависть корен вести остальных грехов это все зависти а завидовать это 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 корень земли что вы знали это он первый который завидовал адам и сделать что он сделал это все истории да знают нам нужно быть осторожно что не делал когда мы этого делаем мы даем силу ему это большая вещь кто к этому дойдет он называется цадыки или садыки дай бог что мы дошли к этому этому это это левел я бог что были такими людьми любили уважали и никого не было бараха нарам